В мире прогрессирует динамика инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировано свыше 800 тысяч инфицированных COVID-19. В Азербайджане по последним данным выявлено 2075 новых случаев заражения коронавирусом. 2480 человек выздоровели, жизни 32 пациентов спасти не удалось. Об этом сообщает оперативный штаб при Кабинете министров. Тем временем за день вакцину от COVID-19 в стране получили почти 15 тысяч человек. На сегодня в Азербайджане в целом граждане получили более миллиона 300 тысяч доз вакцины, полностью привиты около 460 тысяч человек. Отсутствие в большинстве регионов Индии запретов на массовые мероприятия негативно сказались на суточном приросте. За день в стране выявили более 314 тысяч инфицированных. Власти Севера и Запада Индии, в том числе столицы Нью-Дели, заявили о кризисной ситуации, поскольку большинство больниц оказались переполнены и в них заканчивается кислород. Режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса объявили в Северной и Южной Македонии. Решение это принял парламент. 92 депутата проголосовали за введение режима чрезвычайной ситуации. Воздержавшихся или не поддержавших данное решение не было. Период введения режима не уточняется. Аналогичная ситуация в Турции. Власти вводят круглосуточный комендантский час с пятницы по воскресенье. Днем ранее в стране был зарегистрирован максимум смерти за сутки – 346. Во время действия комендантского часа граждане Турции могут покидать свои дома только для посещения продуктовых магазинов и аптек с 10.00 до 17.00. Тем временем правительство Испании собирается предоставить странам Латинской Америки и Карибского бассейна от 5 до 10 процентов от общего количества вакцин против COVID-19, который страна получит в течение 2021 года. До конца года будет передано не менее 7,5 миллионов доз вакцины. Испания выполнит это обязательство, когда оно достигнет порога вакцинации 50 процентов населения. Это обязательство будет осуществляться через многосторонний механизм COVAX при поддержке панамериканской организации здравоохранения, которая будет распространять вакцины на региональном уровне в соответствии с потребностями каждой страны. В мире заражаемость выросла на 14 процентов по сравнению с предыдущими семью днями, а смертность на 8 процентов. Так, в мире число заражений 144 миллиона 663 тысячи. Жертвами COVID-19 стали 3 миллиона человек.